ребят всем привет добро пожаловать на мой канал тем кто только что присоединился меня зовут вера я родом из украины и 8 лет уже живу в сша о чем рассказываю на своем канале делюсь с вами своим опытом мой дорогой зритель спасибо что остаетесь со мной все это время я очень вам благодарна в этом видео я хотела бы поделиться своим рассказом о том как я переезжала из штата в штат сша и собственно как я вообще попала в америку думаю многие знают из нас о разных способах как приехать в сша как получить визу в сша но уже прошло довольно большое время с тех пор как я сюда приехала и в принципе ничего не меняется люди все равно приезжают разными способами всегда это интересно узнать поэтому сегодня я расскажу вам как же я попала сюда в эту прекрасную страну какой же мой секрет как это все произошло было ли мне тяжело или не тяжело на самом деле это очень интересная история потому что я никогда не хотела жить в америке но жизнь сложилась таким образом что эта страна меня выбрала сама и я здесь осталась поэтому поехали так вот ребят в америку я приехала 8 лет назад уже скоро будет наверное 9 и и это было в 2011 году мне тогда было 25 лет собственно все получилось довольно спонтанно я вообще не собиралась в штаты и никогда не мечтала никогда не стремилась меня эта страна не интересовала по большому счету вообще никак я не знаю уж почему наверное вы подумаете у тебя что не все в порядке с головой как можно не хотеть в америку но тем не менее можно я больше всегда склонялась к поездке в европу и жизни там сначала это было у меня англия потом это была германия и в итоге как-то так получилось что я вообще собиралась ехать в австрию но потом я узнал о том что мои подружки переехали в америку и тогда только появлялся вот это вот сайт контакт одноклассники если вы помните я сейчас этим практически уже не пользуюсь даже фейсбуком очень редко пользуюсь и мы начали общаться они мне начали говорить о том что как здесь классно что вот есть программа au pair и можно приехать по этой программе остаться здесь на два года и так как мы уже ездили по этой программе в германию с одной из моих подруг на мне говорит чего ты сидишь давай приезжай как бы тут очень круто и в принципе ты ничего не теряешь посмотришь мир и когда горит у тебя еще будет такой шанс снова приехать и тут я такая о май гад я подумала что действительно она же права я как бы никогда не сталкивалась с тем чтобы какую-то даже информацию искать об америке то есть вот мы смотрим эти все голливудские фильмы блокбастеры и нам кажется что это все вообще нереально но мне так казалось я знала что там еще кое-какие девчонки из моего родного города из никополя они уехали вышли замуж и живут в америке тоже но мне казалось что это все будет не со мной мне казалось что я ну наверно попасть туда нереально и нужно очень много для этого сделать я искала информацию как уехать в канаду почему-то и как уехать в европу да как может быть там получить гражданство потому что с 12 лет я путешествую и в принципе я понимала очень давно что я не буду жить на украине что я там не останусь и когда мне девчонки объяснили что все очень просто ты подаешь заявку на работу не они как cultural exchange student но тебе нужно жить в семье принимающей дав это называется хост семья и соответственно ходить на курсы английского языка в общем все то же самое что мы делали в германии когда мы были студентками тогда мне было 20 лет это было в 2005 году с этого все и началось вот как я выстраивала свою визовую визовую историю как я это делала и соответственно какой-то путь ну то есть который мне помог в дальнейшем собственно приехать штаты это все делается действительно не за один день и не просто так я эту поездку планировала ну чтобы вообще вот с украины уехать наверное лет шесть с того момента как я вернулась домой после германии закончила университет и так как я по большому счету знала уже два языка мне было гораздо проще выбирать куда ехать английском на английском говорят практически везде поэтому в принципе проблема в этом проблемы не было проблема состояла в том что все эти программы сейчас их огромное количество и всякие интерншипы вот это вот упр и walk and travel они дают вам разное количество времени как приехать в сша или в какую-то другую страну то есть раз различные условия по возрасту соответственно тоже и моей проблемой с моим камнем преткновения на тот момент стало то что мне было уже 25 лет и вы не поверите ребят но практически все агентства куда я звонила в украине они мне отказывали то есть это было сплошное нет 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 извините вы как бы уже старенькая в этом по возрасту не подходите там до 26 лет нужно ехать и вас просто не выберут но я очень упертый человек и я бык по гороскопу поэтому все эти отказы были для меня ну я звонила я продолжала звонить я как-то пыталась найти какой-то вариант говорю но это же несправедливо мне же нет еще 26 правильно почему вы меня не берете то есть я полностью пакет документов аннулировала на австрию по той же программе ау-пер и значит начала собирать пакет документов на америку мне плюс ко всему счет помимо этого нужно было получить водительские права и у меня их не было я очень боялась водить машину поэтому ребят тема видео и мои отдельные такого как сказать под подкаста что ли в моем канале это вот в рубрика которая называется на те же грабли и там я буду освещать более какие-то такие психологические моменты моей жизни у моего опыта и это относится к тому что свои страхи нужно побеждать я победила свой страх водить машину это была зима был гололед моя мама мне сказала ты хочешь штаты ну тогда иди учись водить машину пофигу что сейчас зима вот тебе деньги она мне оплатила этот курс и я ходила я сдала экзамен я получила права по моему курс длились честно уже не помню ну наверное то ли три месяца то ли 4 ну короче в итоге я нашла агентство которое меня одобрила и это было то же самое агентство как ни странно через которой я ездила в германию у них очень хороший был менеджер на тот момент его звали по моему саша я уже не помню я ему позвонила я сказала слушай ну давай как бы попробуем да если не получится не возьмут меня значит не судьба значит мне не лежит дорога в эту америку и ну и черт с ней да что-нибудь другое придумаем и он мне сказал да без проблем вообще говорит ну в крайнем случае ты что теряешь визовый сбор там какой-то да как бы и все потому что перелеты полностью все как бы расходы на то чтобы туда трансфер добраться страховку оплачивать семья это очень большие деньги и участник программы платит только за визу ну в общем мы это все пакет подготовили и значит я стала уже с таким более как бы усердием собираться готовиться что-то узнавать о штатах читать все это было как-то так сумбурно то есть я я вот как говорится глаза боятся руки делают то есть ты абсолютно ничего не знаешь про америку ты как бы ничего не представляешь куда ты едешь как это все происходит то есть ты делаешь а она все все вот это вот процесс идет и время идет и потом я стала понимать почему же уже прошло полгода меня как бы никто не выбирать я уже реально отчаялась и думаю ну все короче трындец то есть я никуда не еду и думаю что же мне дальше делать вот мне 25 лет я закончила университет и короче еще дальше но получилось так что менеджер которая вела мое дело она вообще мне не сказал о том что нужно делать видео презентацию и я такая вот так короче там получилось что поменялся менеджер они мне сказали так девушку ваша нет видео презентация как вы хотите чтобы вас выбрали я говорю так мне никто не сказал в общем на то время у меня был мой чудо-бойфренд у которого каким-то опять таки призываю по стечению обстоятельств оказалась камера на тот момент 8 лет назад ребята ну камеры это тоже было еще совсем не популярна он мне говорит слушай так у меня камера есть давать что-то снимем четки на три минуты там надо на две минуты снять давай и в общем в перерывах между моей работой между его работой я составила себе какой-то сюжет там рассказать о себе на английском господи я помню как это все забавно было у меня заплетался язык я никогда на камеру не говорила при том что я очень вообще стеснительный человек я даже перед тем как эти видео снять 250 раз хожу и про себя там что-то повторяю как-то готовлюсь чтобы у меня этот язык не заплетался потому что у меня ну почему-то всегда эта проблема была в жизни я очень стесняюсь говорить на публику хотя я не могу сказать что я этого не люблю но ну в общем моя стеснительность она мне по жизни мешает в этом плане так вот мы сняли этот видик в смысле ролик видеоролик видеоролик сняли и значит там какая-то женщина смонтировала его мы заплатили деньги отправили им в это агентство и буквально сразу же сразу же меня выбрала семья из сан-франциско я такая о май гад я еду в сан-франциско я я вообще я ребята я не могла поверить в то что это вообще все со мной они начали со мной общаться по скайпу они мне звонили это в пижаме сидела ну как бы у нас была огромная разница во времени они мне говорят у нас маленький ребенок 6 месяцев ты будешь за ним ухаживать я говорю у ребят ну вы как бы вообще в своем уме у меня опыта нету с новорожденным они таки да вообще типа и цепки и типа не палься они мне оплатили какой-то там курс по инфантом это для новорожденных и я значит говорю им ребят ну тут как бы такая ну тут такая заминка что вот типа я по возрасту них про не прохожу они вообще не вопрос что для этого надо это и своя семья была настолько классная что у нас даже не было ну вообще там ни доли сомнения что я могу не приехать что я там ну что то что то еще случится они написали короче письмо консулу но там в посольство украинское что вот типа мы хотим очень эту девочку в штаты забрать она вообще супер мега крутая я в общем но пошла с вот этой всей пачкой документов значит визу получать а так как я уже выезжала в разные страны ну у меня такое было ну с чувство 50 на 50 что я либо получу либо нет то есть тут как кажется везение наверное потому что если раньше я не хотела в штаты ехать то теперь я как бы уже очень хотела потому что я была прям вот на волосок от этой поездки от этой своей уже ну как бы такой идеи до мечты которая уже впоследствии стала вот этот весь процесс уже стал моей мечтой это было просто не мечта такая цель да вот что я поеду я добьюсь я ну как бы это приключение я очень азартный человек и я люблю приключения очень спонтанно иногда и для меня это было вот меня это так подстегнуло что вот мне все отказывали а я все равно добилась своей цели вот именно цели несмотря ни на что как бы на свой возраст там ну это смешно просто да как бы отказывать возрасте человеку ну вот и значит я поехала к тете в киев я там три дня четыре дня не спала до этого собеседования не могла не кушать ничего я так переживала прям вообще мне мне все прям трясло я просто ничего вообще не могла делать я сидела там какие-то зубрила бумажки которые мне там давали в этом агентстве короче я прошла собеседование вообще на ура значит подхожу консулу в это кошечка и мне ну она берет мой паспорт такая смотрит там визы по поводу германии что-то спросила а я там тоже меняла семью и она взяла мой паспорт и ушла там не знать чай пить с другим консулом я стою короче такая вот такая вообще не понимаю что происходит потому что мне ничего не говорят вот она вернулась и говорит ну что типа вот тебе там какая-то зеленая бумажечка все удачи говорит по кучу моданы я такая да 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 и я туда поехала да я прилетела в америку 7 7 февраля 2011 года я это сделала я еще ребята до этого вы же не знаете я ну никогда не летала на самолетах между прочим я реально совершила очень много таких вот поступков которых я от себя не ожидала и когда ты вот в этом кураже когда ты такой ну ты ты стремишься ты что-то делаешь тебя уже не остановить и знаете я вот желаю вам всем и советую что вот те кто сейчас там сидит по ту сторону экрана и вы думаете что это невозможно поверьте мне что многие вещи в этой жизни на самом деле возможны даже бывает так что вы в это не верите все равно пытайтесь пробовать пытайтесь что-то делать да я согласна что бывают ситуации когда ну тупик ну вот все ну ну вот вообще никак я читаю такие истории на фейсбуке к сожалению они случаются да там по какой-то ошибки молодости у кого-то там какая-то криминальная хрень всплывает и человеку даже вот он выиграл грин карту а ему отказ ну что ж сказать да берегите честь молоду это точно и над этим надо работать у кого-то получается что возникает идея спонтанно кто-то выстраивает вот эту всю свою линию этих виз и получение визы путешествие в различные страны конечно же всегда легче уезжать в молодом возрасте всегда это факт чтобы вы с этим не делали это это однозначно у меня так и получилось что у меня прям вот была уже вот эта грань и жизнь настолько закрутилась интересно то что вот опять же никогда не хотела в америку мне пришлось передай преодолеть очень много страхов это и полет на самолете и вообще вот эти вот все отказы это что я научилась водить машину смотрите это были вообще такие вещи которые думала что но я никогда не сделаю я сделала несмотря на этот весь страх я сидела в этом самолете меня трусилась от страха я вцепилась в этот сиденье передние там со мной летела девочка с которой мы там тоже познакомились буквально за несколько дней до поездки такая верующая была кстати кристинка привет спасибо тебе дорогая что ты тогда меня очень поддерживала я читала какие-то открытки там своих от своей мамы там от бойфренда своего там что мы тебя любим эти отпускаем я молилась чтобы только этот самолет там долетел нормально но когда ты уже вот вошел в этот поток вот этого куража то есть ты уже в самолете ты уже с чемоданом ты уже понимаешь все ты уже куда-то вообще летишь о чем ты абсолютно не имеешь никакого понятия это круто это так круто ребята это невероятно вообще ощущение потом у нас был такой тренинг неделю в нью-йорке и нас было очень много нас было так много там на этом тренинге ребят девчонок со всего мира я просто обалдела и ну мы даже толком и познакомиться с друг другом не успели потому что у нас было очень много мы вставали в 6 утра и у нас целый день был какой-то семинар там что-то еще ссоре и мы знакомились в основном только с теми с кем мы жили в комнате и с кем мы за ну завтракали обедали задним столом кормили там стать очень хорошо мы жили филтоне в отеле и потом уже где-то вот 11 или 14 февраля я полетела в сан-франциско моя семья там жила ну и собственно с этого все и началось мое приключение в америке который уже длится почти 9 лет за это время я успела пожить в трех штатах сейчас я живу в монтане откуда я и вещаю вам жила я уже вот в калифорнии первый штат в который прилетела в сан-франциско потом я жила во флориде пять лет в майами и буквально уже полгода как я живу в штате монтана город bosman тут меня начинает клинить говорить с вами на английском но кто уже заметил я некоторые свои видео делаю на английском некоторые делаю на русском потому что мне так проще за такое большое количество лет жизни в штатах мне иногда бывает проще говорить на английском языке и соответственно людям которые не говорят на русском и тоже интересней смотреть мой канал потому как они ищут какую-то тоже информацию касательно виз касательно документов браков разводов там рождения детей поэтому я уверена что вы у меня большие молодцы и многие из вас учат английский знают его тоже я также хочу сделать опять линейку уроков по изучению английского языка то есть я буду делать уроки онлайн до этого еще к сожалению руки не дошли но опять же идея есть и я буду это делать так вот это было небольшое вступление о том как я вообще попала в америку то есть по программе аупа эр компания моя которая мне помогла она находится в киеве я думаю них есть еще филиалов других городах она называется стадию и ссылочку я оставлю под своим каналом на их сайт возможно они вам помогут тоже очень классная компания если я не ошибаюсь они до сих пор существуют и у них очень много различных вариантов как уехать в разные страны поэтому ребят подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии а сейчас будет вторая часть о том как же я переезжала из штата в штат и вы по праву можете назвать меня лягушкой путешественницей